У нас есть интересный разговор. Я тут подумал так. На начало разговора я отсюда уйду. Без меня. Я не знаю точно. Вы сначала договоритесь о чём говорю. О чём где-то. Ну а я через короткое время прям сразу и зайду тут. Минуты две. Я не участник. Просто буду судить. Буду судить. А потом будете, если спрашивать, я вам буду отвечать. А нет значит к людям обратитесь. Всё. Значит суть в чём. Мы вчера с Сергеем посмотрели один ролик. Он касался беседы. Никита снимал, потеряете ролик, беседу с Романом. Вы знаете его все. И мы тщательно смотрели вторую часть. Начали смотреть более подробно. Где Никита уже отдельно беседовал с Романом. В отдельную комнату они ушли. Катя у нас занятие позже. Вот. И детально мы останавливали. И каждый пункт разбирали. Потому что он вызывал момент беседы. То есть не просто так. А заострять пришлось внимание. На каждом шаге его. Как Роман отвечал. Какие были заданы ему вопросы. Вот. И поэтому я поделился. Что ролик посмотрели. Вот такая беседа у нас организовалась. Суть в чём. В том, что Роман уехал в Потеряевку. И увёз с собой всю эту... Я её называю еретическая мысль, что земля плоская. Его. Где-то он в интернете это подцепил. Утвердил. И живёт с этой мыслью. Заразился. Заразился, да. Аж... И почему у меня вызвало вот такое вот чувство? Потому что я беседовал с людьми, с дочерью со своей, которая в Потеряевке с Катериной. И я услышал из её уст те слова, которые я слышал от Романа. Меня это забеспокоило. Да. Я её быстренько успокоил. Но она не такая, как Роман, упёртая в своём. Она послушала меня. А в частности я и сказал, что у нас есть живой свидетель. Которого. Которого имя занесено в книгу рекордов Гиннеса. То есть в прошлом году он облетел земной шар на воздушном шаре. А в позапрошлом году он пропрыгнул на лодке вокруг земного шара. Она быстро успокоилась. Как фамилия его? Конюхов. Фёдор Конюхов. Вы его все знаете. То, что он такое мероприятие совершил, всё. И она успокоилась. Но у меня внутри посеялось беспокойство. А вот этот ролик, что мы просмотрели, он усилил это беспокойство. Почему? Суть в чём? А в том, что Роман очень и очень и очень крепко держится за это. И не просто держится. Он утверждает, что он прав, а мы не правы. Да. То есть он, что мы находимся в этом обольщении, а ему Бог открыл. Но просматривая этот ролик, были несколько моментов, которые доказывали его неправоту в этом. Неправоту, что он находится в обольщении. И первый пункт был в том, что он лояльно отнёсся к тому, потому что Никита ему задаёт вопросы, застряет на них крещение. Простой момент – крещение. Он хитростью уходит от этого, но он утверждает, то есть так допускает, он считает себя милосердным таким, что обливание – истинное крещение. Ну, обливание. Он считает. А как, говорит, главный аргумент, он допускает то, что… А как, говорит, другие крещения… Сколько таких? Мой дедушка был крещен и обливанием, и что, они не спасутся? Вроде бы факт малозначный, но это, говорит, о его духовном состоянии. Мы, Сергеем, так отрывками смотрим, беседуем, анализируем, и дальше, 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 и как он реагирует, как он уходит. Никита, умница, пытается вытащить его на эту беседу, конкретно. Ну-ка, давай. А он от этого уходит. Но когда ему Никита предложил, слушай, говорит, Роман, ну ты приехал в наше общество. Ну ты, чтобы тебе не быть, как белые вороны на нашем фоне, ну ты согласись с этим, что Земля круглая. И будешь, как мы все, братья в одном духе, ну как он, напрягся, ну что ты, ложь верить, лжи верить. Молодец он в этом отношении, молодец, он ревностно повел себя, но у него в голове все перевернуто. То, что главное, он отнес это к второстепенному и ушел, даже с моментом лукавства он ушел от этого. А то, что второстепенное, как вот, круглая земля, плоскость, он за это вцепился в усмерть. Понимаете? То, что можно, ну да, действительно, я приехал в общество, вот так вот рассудить, в общество приехал в деревню к верующим. Ну зачем мне быть в вороны такой, вылазить-то, ну что в этом плохого, сколько община-то, две общины, Потеряевская, Варнаульская. Идея, за одну, как, не мысль, а идею держится, что действительно, что у них есть аргументы, и они доказывают это, что Земля круглая. Зачем мне держаться? Нет, и все. Как это, ел же. Так получается, вы все убьете, а он забьет. А он, да. То есть настолько обольщение это, и я пришел к мнению, беседуя с ним, пришел к такому мнению, что это у него давно. Вот, что с этим багажом он сюда приехал. Вот, потом расставаться он с этим не хочет. Значит, будут конфликты. Будут конфликты. Нужно нам это? Не нужно? Не нужно. Не нужно. И он понимает, что не нужно. И он говорит, так вы меня, говорит, отсюда уже не выгоните. Сидит такими глазками, смотрит и говорит, ну специально, Сергей, так случайно раз остановил, вот, ну я говорю, сделай паузу, раз, сделал, и как раз в тот момент, когда он такими глазами смотрит. Я, говорит, под каждым вашим пунктом подписался. О, и все, и как? То есть получается, что мы с ним должны бодаться? Зачем это нужно? Ты для чего сюда приехал, Роман? И вот я вот так вот вечером, это все, а на утро, я Сергею сказал вечером, а утром он встал, говорит, да, ты ведь прав, с Романом надо беседовать. Его надо вытаскивать на беседу. А я дальше пошел. Я даже продумал два-три шага, что ему нужно говорить, чтобы вылечить его. Потому что он этого не хочет. Он этого не хочет. Не хочет. Он приехал просто жить. Не спасаться, а жить. А остальное все у него красивая обертка. Но чтобы из него есть шаги, которые можно из него выжечь, выжечь это, не выжечь, а выдавить. Можно. Но это надо беседовать в Потеряевке, это надо собираться нам и радикально действовать. Что вы скажете, Игнатий Иванович, по этому поводу, по вопросу? У вас есть какое-то мнение? Прокомментировать? Что я сказал, и это только готовое брать. Вот вначале, когда он приехал, и стали говорить. Это круглое, проще. Я посмотрел, что за этим есть. За этим есть больше. Ты о нем молишься? Да, о нем молишься. А как ты молишься? Просим, чтобы Господь его просветил разум. Освободил от этого искушения, заблуждения. Ну, ну, еще. Ну, он остается таким же. Вот вчера ролик вы посмотрели, он такой же. Это и остается. И в один день. Дело в том, что я ему сказал уже, что это дух лжи, подсаженный ему. Дух, демон, бес, черт. Да. И он говорил, что это у него было когда-то там, привораживали его, какие-то подвески на него, волшебники вешали. Вот. Он, может, сказал, уже и не раз, что сказал. Но я-то исследую, и понимаю это. У него, видишь, знания очень маленькие. Совершенно никудышные. Я понимаю, люди идут, допустим, идут все туда. Вот идут, а сзади один человек отстал на километр. Ну, он отстал. Его все долго. Ты отстал, ты отстал, догоняй. Ну, никак. Теперь сказали, идти в обратное направление. Он теперь самый первый на километр впереди всех. Вот у этих людей в мозгах так переворачивается, то неправильно, а вот это правильно. Он противоположен. Вот у нас были там, которые отошли. Они точно так же повернули назад. Куда? А назад это туда, откуда они пришли. Откуда пришли, там ничего не было. Они никуда идут теперь. Но он впереди. Потому что на 180 градусов. Я говорю, главное, это не в земле. У него доказательств вообще не требуется. Ну, как, допустим, космонавты летели? А они не летали. Что я могу сказать? Ну, космонавты, это еще живые, можно позвонить. А это все подкупленные. Это масоны. Я говорю, ну, на Луне же были. Никто на Луне не был. Понимаешь? Это не доказательство ничего, а... Отрицание. Упертость. Как говорится, шар, вот этот шар земной, снесенный. И там плоская тарелка на этом месте. Шар раз не принимают, а на место они у него сейчас там сковарда с яичницей. И все, вместо головы. Это образно, я скажу, чтобы не в обиду было. Он же это будет слушать. Я ему говорю, я тебе молюсь каждый день и ночью, чтобы Господь изгнал из тебя или от тебя. Я не знаю, как далеко от тебя дьявола. Духа лжи. Особый сильный дух лжи. Что бы их дел живое не было, он сразу сослепляется с ним. Птица сослепляется подобно к себе. Вот там где-то Славик, мальчик, умер. Его стараются канонизировать. Патриархия послала комиссию. Разобрали, там ничего нету. Ну, мальчишка. 11-4 лет, или там 8 было, он умер-то. Ну, он смотрел фильмы динозавров. Он говорит, под землей динозавры живут. И Роман так же говорит, они, говорит, живут. Они, говорит, выйдут, будут людей пожирать. Роман говорит, да, выйдут, будут пожирать. Ну, кто их видел? Нет, не видел. А Славик сказал. Славик сказал. Ну, а кто он, Славик-то? Ребенок. Патриархия исследовала, хороших людей послала. Ну, он что видел, вот это у него все и есть. Про Валу, там, о чем-то говорит, он ничего не знает. Никаких пророчеств. А два дома, которые упали, там, в Америке, он говорит. Ну, говорит, через два года после их падения, говорит, так что не говорить-то. Там, подписать, там, и что угодно. А раньше-то никто. Ну, хотя бы даже сказал. Делает это сатана, он это тоже знает. Дальше. Тут есть большой баламут, его называют разрушитель Герман Стерлигов. Миллиардер, первый в России, награбил миллиарды и ушел в теневую экономику. Маленькую усадьбу там построил, к нему приезжает. И он везде лукавый-лукавый. Прилукавый. Ну, Роман-то не отрицает благодать от московской патриархии. А он говорит, московская патриархия вся в ереси. Ну, ты дальше-то считай, что... Ну, это он так сказал, он его оправдывает. Ну, так сказал, кто он, враг или не враг. Вся патриархия ложная, там нет благодати. Зарубежная церковь, это не церковь. Но мы же к ней относимся. А зачем тогда ты приехал, если это не церковь? По Герману-то. Он-то не утверждает пока. Старообрядческая, это не церковь никакая, которая имеет священство. Как не церковь? Законная церковь. И он что там городит, ты даже не представляешь. Дом в фундамент, нельзя в фундамент ставить. Надо просто на камни под углы подставить и все. И он это уже... То есть нет того, чтобы он... Он некоторый Герман-то сдвинул. Берите участок земли, строитесь. Ну, один человек приехал, я, говорит, сделал как Герман. Ну, теперь сижу, говорит, вот, ничего нету. У того-то знакомые, миллионы. И он, Герман-то, что делает? Печет хлеб. Каждая булка хлеба 500 рублей. Это особое, экологическое. Дает там жизнь, там что-то наговорит. Все. Но это надо только на бездрожжевом. А если дрожж, ну, там десятки разных вариантов. И только из пшеницы готовы. Люди начинают делать. Говорят, да ничего не получится. Надо пшеницу самому растить. Он ставит такие условия, что ничего не сделаешь. Ну, говорит, надо солить. Ну, все. Говорят, так я солил. Соль не такая. Есть такая гора, там пилят. Вот у меня лежит один комок такой здесь. И надо, чтобы ты сам взял, чтобы никто ему не касался, не обрабатывал. А где гора, это он не говорит. Ну, явное дело, что он нагло смеется, всех за лохов считает. Всех. Он никого не видит, не знает. Но все вот это говорит. А еще бы не спросили, он все знает. Знает, как вещи делать. Он еще делал печи, да откуда? Я вижу, он такую галиматью гонит. Ужас. И он с ним слепился полностью. Роман, то вот в чем дело. Дело не в земле, а дело во лжи. Всякая ложь. Где бы она ни была, она сразу к нему прилипает. А Роман-то мне не чужой. Мы с ним переписывались. Он приехал, принял крещение. Он щедрый, он добрый. Ну, вот это вот. И ничего нельзя сделать. Однажды, когда сидели, беседовали, он прямо такой бит у него сделал со свирепой. Я говорю, ну-ка остановись. Глянь на себя в зеркало. Да откуда он вылез? И он тише, 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 маленько все это. Я тебе, наверное, буду показывать, тебе зеркало подносить, когда у тебя лицо меняется. Лисо преображается просто как чудище какое делается. Он этого не видит. Я ему говорю, ты не веришь, что земля круглая, это шар нет. Давай поедем. Я встал, вот так вот встал, говорю, едем сегодня же. Едем на Байкал, пока он застывший. Ровная поверхность, абсолютно ровная. Там ветра нет. Ну, другие, там, волнами, там, везде. А это нет, застывший. И теперь мы берем рамку, 2 на 2 метра сделаем. Красная материя, обтянем, ну, высота ее с коробок. Для того, рамочка, чтобы материю задержать. И отходи на меня на 4800 метров. А я буду стоять здесь. А ты там стой. На 4 километра 800 метров ее видать. 100 метров потащил, дальше уже не видно, куда она делась. Но если я тут поднимусь на стул, я ее теперь вижу. Ну, почему так? Вот она горбатая земля-то. Ее и не видно. Если теперь я поднимусь выше, но человек должен 1,75 метра быть ростом. А если я вот меньше, 1,72 метра, то она от меня раньше исчезнет. Это больше никак нельзя проверить, что земля круглая. Земля не круглая, а шарообразная. Притом на ту сторону она скрывается за горизонтом, на эту и на эту. Поехали. Снимем гостиницу, наймем машину. И один раз говорит, нет, я говорю, ну, только ты сейчас подпиши. Когда ты это убедишься, ты проклянешь эту дурь свою. Проклянешь просто. Я проклинаю человека ненавистищего, сколько угодно скажи, эту теорию лжи. Он говорит, нет. Нет, потому что другого нет. Это мне просто открыто. Чтоб ты не людям говорил. Люди-то говорят, это все масоны, промасоненное. А этот говорит, а зачем масонам? Круглая она, не круглая им какая? Им главное душами завладеть-то. Зачем? Он ни на один вопрос ответить не может. Грамоты нет. Он должен отвечать десятки вопросов. Вот он берет, допустим, если глобус взять и вот так снять с него кожуру с глобуса. Это развернуть-то. И вот так в одно место смотреть. Ну, меняется масштаб-то. Масштаб-то меняется. Потому что, ну, которая на высоте была, меридианная-то надо растягивать тогда. А оно сошлось здесь, она ее стягивает. Как фотография, которая пространственно смотрит. Он этого не понимает. Я вот тогда нахожу, на какой высоту? Семиэтажный дом. Докуда горизонт? Называется горизонт. А это не так. Я ему показываю корабль. Корабли. Идут корабли. И вот Кузнецов туда ездил. Адмирал Кузнецов Сирвита. И показано. Корабли идут. Их видно. Ну, вот они скрываются. А мачты торчат. Они идут. Мачта все ниже, ниже, ниже. Куда корабль делся? Да, это его не видно. Как так? Мачта это труба одна. Ее видно? Видно, как на... А их не видно. А корабль-то какая махина. Красного цвета. Ее не видно. Бинокль взять. Ну, не видно горизонт. Он горизонт не признает. Тогда ему про горизонт. Я выбрал материалы, что такое Каспийское море. На каком уровне вода. Где с мировым океаном. На него не действуют доказательства. Он ничему не верит. Абсолютно нигилизм. Конечно, итог. Он должен застомневаться, что он сам существует на Земле. Это отцы и дети Тургенева описано. Он не знает, видимо, этого. Говорю, что это хороший человек. Но вот эта его такая настойчивость на этом настоять-то, она ему не позволяет иметь близких друзей. Теперь, дальше ничего не было известно о крещении. Теперь выползает крещение. Это основополагающее. А что он знает о крещении? А я думаю, столько людей, которые так, да неужели они... Какой это довод? А я думаю. Ну, мусульман 2 миллиарда. Но я же не буду думать, что они погибли. Ну, он не говорит это. Я просто говорю. Другой так будет говорить. Тебе зачем говорить мало спасаемых? Господь в Иордане крестился. Князь Владимир загнал в воду крещатик. Ну, по порядку давай посмотрим-то. Это погружение. У нас материалы крещения. Вот так. 136 свидетельств. На то, чтобы храпить, ладошки мокрые, ни одного нету. Какое доказательство? А я думаю. Ну, и думай сиди. Если какие-то стороны что-то оспаривают, они должны дать доказательства. Если мы выйдем сейчас в суд, я докажу это на 100%. Суд совершенный, пусть не предвзятый только будет. Не важно, что этот суд будет неправославный. Меня он не касается. Мы должны в этом вопросе разобрать главное. Главное не земляне, что дух лжи. Я ему молимся. Я говорю, у тебя дух лжи. И он сразу как начал спорить. А я уже знаю, он со мной спорит, он болеть будет. Вон она сидит. Как только начала спорить, два дня мертвого лежит. Мертвецом. И вот следует Виктор Андреевич, он говорит, ничего, у меня нету болезни. Это духовное. И притом абсолютно всегда. Он только заспорил здесь. И слег у меня и лежит. День лежит, второй. Пластом лежит. Я говорю, тебе этого мало еще? Сходи за стенку, проконсультируйся. Она 50 лет и не может ничего понять, почему один и тот же дух. Лежит. Да это я простыл. Ничего ты не простыл. Это дух. Дух бултует в тебе это. Доказательств никаких нету. А я тебе привел доказательства самые мощные. Что сначала начинаем с земли. Дальше я тебе показываю. Ну все остальное. Это вначале горизонт. А теперь приходится говорить, что Герман лжет. Неправда. И этот Славик, он ничего не знает. Он, ну, ну, ничего смеяться-то. Там динозавры, провалы. Ну, такая гелематья даже слушать еще. Он это верит. Почему? Тот лжец, этот лжец, он с ними вот так соединился сразу. А можно оторвать? Нельзя. Это не дано человеку. Ни я, ни Бог тебе не поможет. А он там будет говорить, ну и пусть он говорит. Ему некогда говорить. У него работа. Он работник отличный. Он сейчас пилит там деревья. Ты видел, что он делает? И он никак повредить не может. Никак. Люди, которые приходят, они не знают ничего этого. Они с ним работают. И то, что он сказал, он уже не рад, что сказал. Я говорил только дворим. Вы это раструбили. Все теперь. Ему там звонят. Кто-то заступается. То есть он не хотел. Это его личное достояние. Но не хотел не означает, что он таил. Он приехал сюда и чуть ли уже не глаз положил на Витю. Вроде Витя принял. Еще кто-то принял. Таблица Манделяевому как открыта. Которой клетки не заняты. Он сказал, что возец должен быть. Назовем его плутонией. Через сто лет только обнаружил этот металл. Его какой удельный вес. Атомный вес. Ничего нельзя сделать. Непрерывно. Каждую минуту глаза зажмаряются. Это тоже что-то есть. Прям на ходу. Все время при том. Может она не спать. Она не может, чтобы здесь не уснуть. Не может. Почему? Она молится. Прям только сказал, через минуту опять падает. Притом хороший человек. Труженик. Это то же самое. Можно разбудить. Нельзя. Вот я говорю сейчас. Она думает, зачем это. Но сейчас такой рот закрыл. Она сразу уснула. Притом ни одной беседы не было. Ни одного занятия, чтобы она не спала. На собрании везде все спит и спит и спит. И это началось не сегодня. Это намного дальше было. Намного там где-то. Там где-то захватило. На изнание духа. Я так полагаю. Человеку это не свойственно. Ну, понимаешь, я ему доказательства даю. Абсолютно точные. Самолет такая. Вот такие условия не может. Ракеты, говорят, почему падают. Надо лететь там твердо. Там выше, там твердые. Как зеркало. Ракеты удаляются и падают вниз. Ну, солнце на расстоянии 118 миллионов километров. Он говорит, на расстоянии 8 тысяч километров. Ну, 8 тысяч. Земля пыхнула. В течение двух секунд она бы сгорела. Ничего нет. А как ему докажут? До солнца не измеришь. А вот на Байкале-то тут надо отойти от берега на 6 километров. И на все 6 километров 4 человека, чтобы стояли. А ты с той стороны смотри. Ну, таких рамочек сделай. Хотя бы 3-4. Чтобы ты на меня смотрел, я на тебя. Вечером, утром, ночью. И ты увидишь. Земля выпуклая. Выпуклая одинаково на все стороны. А если с 9-этажного дома смотреть, то горизонт уже только за 10 километров уже. А если вот самолет летит на высоте 10 километров, то горизонт на тысячу-полторы километров уже, потому что дальше он впадает. Тут доказано. И все это схемы показаны. Никак не действуют. Как солнце идет, а никуда. Земля нигде не летит вокруг солнца. Нет. Ничего этого нет. Ну, а как же океан не уходит? А там большие горы ледяные. И вода там бьется, в них и отходит. Но за горы никто не хочет. Масоны их не пускают. Масоны. Там огромные горы ледяные. И Тихий океан бы туда вылился, за тарелку-то. Но масоны не пускают. Я еще могу на это доказать. Да ты умею или нет? Масонам-то зачем? Ну, в мире учатся сегодня минимум, я допустим, ну, 2,5 миллиарда школьников. Миллиард, а то и больше. И все понимают, какая земля, меридианы, параллели. Для него этого ничего нет. Он не учился в школе. Я не хотел участвовать в этом. Говорить, навижу, спрашивать, и я отвечаю. Выход только молиться. На изгнание духа лжи. Больше ничего нет. А он в ответ, а этот из бесноватый. И он перешел, когда эту грань, ему я уже не авторитет. И он что-то понял, что-то не то. Я, говорит, упал на колени, молюсь, там плачу, прошу прощения, простите. Но он эту грань уже коснулся, обжегся и коснулся, отскочил. Если для него авторитета нету, ему тут делать нечего. Его никто выгонять не будет. Но тут интересно. У нас были люди, которые просто поселились и живут. Но есть такие, которые, да я зубами усыплюсь, да я никуда не уеду. Это уже все приговоренный. Он обязательно уедет. А кто так говорил? Ну я могу назвать. Миша Никитин. До меня, до я, да никогда, да что, да как, да. Это уже все. С чем я связываю, не знаю. Сатана посмевается. У нас были такие, которые даже и не пытаются меня отсюда убрать. Вот и все. И там есть другие были. Притом все одинаково. У нас в общине одна была такая. До меня, да тут хоть что-то делаю, я никогда не уйду, Раиса Николаевна. Прошло полгода, она ушла. У меня есть ответ на этот вопрос. Петр тоже себя бил в грудь, что он от Господа пойдет вместе с ним на смерть. И однако Господь подпустил, он упал духовно. Да. Вот это вот, видишь, какое дело-то. Вот поэтому надо быть очень осторожным с этими словами. Я молюсь за него каждый раз днем, многократно и ночью. Призываю всех к этому. С ним на эту тему не разговаривать, а только молиться. Повторяю, он хороший человек, труженик хороший. Ему что скажешь, он дисциплинирован, он так это сделает. Это не просто бомж какой-то приехал. Неизвестно откуда и ничего нету. Он сам все может сделать. Ты посмотри, что он понавез-то. И теплицу построил, и деревья валит один. Но у него никого нету. Вот вопрос. Раз никого нету, означает где-то что-то в этом вопросе. У этих людей нету близости. Ну, что близость была, она не только в этой земле. Земля-то только, она показывает на земле. На самом деле не дело-то не в земле, во лжи. Я сказал, еще сейчас ты приедешь в Потеряевку, у нас есть там человек или два, которые ко мне не расположены, они лгут все время. Ты сразу с ними соединишься. Да я, да никогда. Посмотрим. Вот, посмотрим, я говорю. Не может быть, что твой дьявол с ними не слепил. И ты скажешь, они правы, а вы все не правы. И дальше на меня будешь говорить те же самые слова, что они. Да я никогда, да зачем бы я ехал сюда. Ну, я так думаю. Если я ошибаюсь, дай бог. Но пока, пока это абсолютно везде, сто процентов. Грех выборочный не бывает. Ты тут солгал, там солгал. А я вот приду и буду говорить правильно. Не будешь. У меня вот еще что. Брат-то забеспокоился, что он, говорит, он как бы насмехается, а вы меня, говорит, теперь отсюда не выгоните. Вот. И говорит, есть уставы, если вы позже какой-то устав придумаете. Он уставы не нарушает. По уставу он подходит с бородой, не курит, не бьет. Подождите, подходит. Подходит или не подходит, надо разобраться. Во-первых, в уставе у вас написано. Потеряевки может, вы везде так пишите, поселится тот, кто докажет, что он не лжет. А он лжет. Но ему-то доказать это надо. Он приехал, не нарушая уставов. И мы этого не знали. Он не лжет. Потому что он 100% уверен в правоте. А не так, как Никита. Или ты говоришь, ну раз вы все такие, ты давай верь. Да что это? Мнение какое-то, что, шапка на голове, что ли? Он убежден в этом. Хорошо. Тогда другое. Не лжет. Он не лжет. Его понятие он не лжет. Его понятие он не лжет. Я сегодня вопрос батюшке задал неспроста. Говорю, батюшка, человек, который не доверяет синодальному переводу, усомневается в нем, это грех? Ну, батюшка, ясно дал понятие, все скажут, да, это грех. Да. Когда я узнал о его вот этом духовном заболевании, я ему дал цитату из Библии синодального перевода, где написано, что земля шар, третья ездра книга. Я говорю, если ты в это не веришь, это грех, и тебя ждет ад. Вы знаете, что он мне ответил? Он не верит, перевод не правил. А там написано, власть будет на всем земном шаре. Да. Так написано в Библии. Он мне отвечает, в аду говорит, я был, ты меня им не пугай. Прямо, прям черно пугай. Я там был, ты меня не пугай. Это, ну, неправильный период он мне не говорил, но я доверяю, я не хочу, что все. Если это грех, и это грех нераскаянный, мы его к этому греху призвали, он каяться в нем не хочет, но мы все знаем, что это грех. Ну, то батюшка должен, ему надо или с батюшкой говорить, вы говорите, что, он еще говорит, что это второстепенно и на спасение не влияет. Как не влияет? Учись лжецов, геене умнина, неважно, знал он лжец, он лжец, он не верит священному писанию. Витя ему об этом говорил, я ему об этом говорил, вы говорили, не веря священному писанию, зачем он нам нужен, и он этим может заразить других людей. Он нам и нужен, чтобы тревожить, иначе бы не собирались. Так я вопрос ставить не могу, зачем он нам нужен, а зачем мы ему нужны? Конечно. Ну, он нам что-то... Что же такое, чтобы нам дорожить? А ты сделать так, чтобы... Подождите, Иначе, ты после договорились. Понятно, но... Подождите. У брата беспокойство за дочь. У меня тоже близкие там люди. Они с Витей в одном доме живут, но они как кошка с собакой. Дружбы нету, но его в первую очередь надо пожалеть. Но ты подумай лишний раз, брат, ну зачем мы тебе нужны, если мы тебе не нужны? Если мы кругом лжецы в твоем понимании. Ну, уедь ты ради Христа, как говорится. И это же тебе надо. Ну, человека нельзя насильно в рай. Ему там плохо будет среди правильных, если он лжец. Ну, плохо. Ну, поэтому Господь-то милостив грешникам кающимся, а не ко всем грешникам, как он утверждает. А раз нет покаяния, ну, мы должны призывать, побуждать и сами бодрствовать, чтобы... Я тоже впадал в ересь, и мне тоже вот здесь Игнать Тихонич говорит, Сергей, ты хороший человек, но очень жалко с тобой расставаться. То есть я тоже вот на этой границе стоял. Помните, вы помните, я три года в коридоре стоял. Три года я ни с кем не разговаривал. Мне запрещено было. Я запретил разговаривать. Вот, он мне запретил, я это принял. Игнатий Тихонович ему запретил, он не принял, он дальше продолжает эту ересь... Это непослушание. Непослушание это тоже грешно-волшебство. Есть такое... Авторитета нет. То есть на него, как говорится, ну, вот как правильно говорит, у нас детки нет. И это мне потом, когда на собрании здесь, мне, потому что я почему, я имею право говорить. Ты понимаешь, что это для твоего блага мы запретили тебе разговаривать. Я тогда, честно говоря, не понимал, но я просто, я даже не знал, я доверился, что меня здесь любят и мне хотят спасения. Я в это поверил, и Бог теперь вот так сделал, что я теперь учу других вас. Понимаете? А здесь нету смирения, и дальше ничего не будет. Либо он примет, либо, как бы, вот, беда будет. Я вам сказал, у тебя будет ненависть такая, что в огневе, так как демон такой, ты можешь убить кого-то. Да. Убить можешь. Да, просто. Можно. Человек, ложь, это, слагаем, два вопроса, да. Я тут уже давно, в 94-м году принимал крещение. Все вы знаете Дмух, Дмитрий Александрович. Старший. Он жил у меня зиму, мы здесь проповедовали, вся эта история. Весной он сюда вернулся, у него начался бунт. Бунт начался, да. И он пришел к нам, Корчино, и начал лить. А, говорит, на Игнать Тихонович, на батюшку, мы, ты, грозили, раскрыли от неопытности. И я почувствовал, что-то от меня ушло. Я приехал в Потерях, уже весна, тут такое творится. Я домой приезжаю, молюсь просто, Господи, что делать, укажи. Сижу, писание читаю, а мне кто-то взял глаза и ткнул. Евангелие от Луки, 16 глава, 19 стиха, притча о богаче Лазаре. Когда в конце Авраам сказал богачу, у них есть Моисей и пророки, пусть слушают их. Я открываю еще толкование на это место. Моисей это человек Божий, а пророки это книги. Для нас путеводитель живой и словесный. Вот. Что? А у него нету этого путеводителя, у него нету Моисея. Он сам себе в Моисея. Понимаете, в чем тут трудность-то? Он ниоткуда не допускает к себе. Ниоткуда. Он сам себя заблокировал в этом, в своем сладком, сладкой мысли. И варится. И уже давно варится. Это с ним не сейчас случилось. Он с этим приехал. Он с этим крещение принял. Понимаете, в чем опасность? И не покаялся в этом. И не покаялся в этом. Он не считает, что это зло. Он и не знает, потому что у него света. У него света внутри нету. Я его послушал логику, как он с Романом, с Никитой беседовал. У него там все. Он из жития собрал, какие-то мысли собрал, из речения святых собрал. Но ни одной ссылки на Писание. Ни одной. Ему опереться-то не на что. Как до него достучаться? Как ему этот фундамент построить? Вот Сергей пришел в общину. Я хочу учиться. Вот лично я, когда приехал с Караганды, я себе поставил такую цель, задачу. Я ничего не знаю. Я приехал учиться. И только сидел вот так и слушал. Слушал и думал. Будет скоро наслышание, медленно слова, медленно гнев. У Якова написано. Все. И плоды дали свое дело. Молчал. Все это входило. Все это выросло дерево. Вера. Все. Тем более подлучал подтверждение. У него этого нету. Как вот в этой ситуации быть? А уже плоды. Уже это все лезет. Если он к батюшке подходил, к Вите. Ведь я ему запретил разговаривать в доме об этом. Ну, он с легкостью перешагнул. А что, говорит, Роман меня спросил. Ой, Роман. Ой, Никита. Ой, Никита, прошу прощения. Никита. Никита меня спросил. Спросил, я ответил. Ну, я так думаю. Ладно, ситуация. Но если ты находишься в духе, в страхе Божьем, и тебе запрещают в доме об этом говорить. И вдруг тебя спрашивает брат, как надо в этом случае вести себя? Только одно. Брат, прости, мне запретили, пойдем поговорим на улицу. Дома, потому что хозяин запретил, то есть страх Божий. А это просто никакого страха, ухмылка. Ну, вот так вот я вчера увидел в этом ролике. Вот, а я еще добавить хотел о запрете разговаривать. Мне было запрещено разговаривать, но мне была дана одна лазейка. Если скажешь, вон церковный ящик, 100 рублей туда. Ну, у меня деньжата водились, я поговорю-то, это нормально. Но разговаривал со мной из общины только один человек. И я за него платил почти каждую. Ну, нормально, я туда накидал. И кто этот был человек, знаете? Нет. Галина Ивановна Кубакина. Она знала, что нельзя разговаривать. И постоянно меня... А у меня такого же духа был. Но это же не я с ней разговариваю, а она же меня спрашивает. Но платил деньги ты? Ну, а что я? Можно спросить еще? А вот он свалится постоянно, вот опирается, что вот это масоны сделали, а вот это тоже их работа. И раз он вокруг масонов все время все грехи-то туда свалит на масонах, а как он это понимает? Кто такие масоны? Он ничего не знает. Он никого не знает, ни по имени, ни видал. Он понимает так, что все мы заблудились обо лже, а он правда. У него перевернулось сознание. Первый стал отставший, когда за первым. Ну, понимаете, какое-то понятие масонных, наверное, все же есть на них. Все, чтобы они считали, доводы какие. Я говорю, я это видел, это обман. Я говорю, доводы, где я сам видел, разговаривал. А это лжецы, это их подкупили. То есть ни одного авторитета нету такого. Я, допустим, буду ссылаться ему на Павла, лауреата Нобелевской премии, православный христианин. А бесполезно. Я говорю, Королев, Курчатов, а это все масоны. Он никого не знает. Ему это не надо. Сатана не допускает. Как я могу доказать? Я нахожу самые мощные доказательства современности. По всему миру проехал Юрий Алексеевич Гагарин. Это весь мир был в заблуждении. Весь мир, короли встречают его. Потому что за ним следили, как он летел, как он сел, как его подобрали человека. Одну улыбку заворожил весь мир. Весь в орденах где-то. А это все обман. Это обман, это масоны. Ему это вот он туда воткнул черную занозу туда, эту, масоны. А он даже не знает, когда они возникли, что, зачем. И он в интернете все время это ищет. Где это его поддерживает. А в интернете сейчас нет того, чего бы не найти. И вот там какой-то человек, он в самом деле говорит, называет фамилию. И он говорит, и видно. Я говорю, ну ты дальше смотри. Он говорит, я атеист. Это человек, которому ты веришь, я атеист, никакого Бога нет. Нет, христиане-лжецы. А ты-то христианин. Да заодно это ты бы его даже имени произносил. Он ему верит. Я всю эту кухню раскрыл, откуда он набрался. И таких людей, которые вот верят, что земля не шар, во всем мире было 2800 только. А другие ради хох. Ну давай говори, что вам может что-то будет. И все. Он вышиблен из этой стези, где свет попадает. Нету. У него все это во тьме делается. Если священное писание, перевод неправильный, это не земной шар. Я говорю, а шар что такое? А вот Дарь он нашел. Дарь это крышу, когда кроет, это дранка. Ну какая же дранка-то? Земной шар. Шар. Вот тебе бросили шар в руки. Шар. Доказать еще нельзя. Он ототрясает все. Я пытался говорить. Ну что-то он сейчас скажет, я не так говорю. Но смысл этот. Доказательства все отметенные. Я говорю, в мире, сейчас могу я маленько не точно сказать, 254 космонавта было в разных странах Америки. А никто не летал никуда. Да что вы-то верите в это? Да никто же не летал никуда. Ну как нет? Весь мир знает это. А это масоны. Понятно как? И поэтому доказательства никакие не нужны. Не нужны. Мы все в его глазах лжецы, обманутые масонами. И что мы молимся? Я говорю, ну патриарх Кирилл так понимает, что земля такая-то. Патриарх Кирилл вот это понимает и про горизонты все. Все дадут у епископа. А это все масонами загарбованные. Завербованные платят за это деньги. Вот они что, это сумасшедший дом. Доказательств никаких нет. У масона одна черная страшная заноза. Вонзилась, она прошла мозги через все тело. И должна выйти через правый палец нижней конечности. Игнатих Ильич, а вот у пророка Исаии есть то ли в 38 или 39 главе что-то в круге земном. Но так, поседает над кругом земном. Над кругом. Сверху-то мы видим, какой он круг. Да, но это не авторитет тоже, что над кругом. Землю повесил ни на чем. А там написано, говорит, утвердил землю на столпах. И он говорит, на столпах, на столпах. А вы говорите, я говорю, где столпы? Кто-то обнаружил, это означает проще стоит. А он понимает это буквально. Я говорю, Господь говорит про струны сапог мой наедома. Ну, повтори у Бога, какой размер сапог? Ну, это говорится о том, что Бог может легко разрушить все, как нам червяка давнуть-то. Ну, это фигурально или... Тогда он начал по пленку отползать от этого. Нет, надо так понимать. Воды, которые превыше небес. Ну, ты веришь в воды. А что такое? И Бог сделал твердь. Твердь. Твердь это твердое. Я говорю, твердь это воздух. И поэтому в нем в воздухе твердым летят метеориты, сгорают они, как по этому. Плотные слои. У нас на значимой бумаги идут. Плотные слои атмосферы. Плотные. Он говорит, нет, это твердое, как летое. Я говорю, дальше открываю бытие, написано, и полетят птицы по тверде небесной. Я говорю, птицы на какую высоту летают? А у него твердь небесная, километров 12. А выше 8 километров ни одна птица залететь не может. Кислорода не хватает. Где они там полетят? Так не написано, что один кто-то. А все полетят. Тверди. Они полетят по тверде. Где? Там в другом месте. И полетели по воздуху. Смотри, воздух, а тут твердь. Это ясное дело, что это одно и то же слово. Он маленечко начал задумывать. Он как ребенок. Мне один говорит, вот вы, я вам говорил, вы забыли, я вам писал, не спешите его принимать. Вы такой беду наживете? Я не помню. Но если бы я знал, ну знал бы, заранее побеседовал, но все равно я бы ему не отказал. Он хороший человек. Я скажу даже дальше. Он нужный человек. Нужный. Молиться надо о нем. Еще на глаголе. Молиться надо о нем. Молодец. Проснулась ты, слава богу. Да я знаю, ты бодрая. Ну вот такое дело. Мы о тебе молимся. Чтобы от тебя твоя дурнина отошла, чтобы ты не выскакивала. Ты другой раз схватишься. Помнишь, как меня за грудки трясла? Не помню. Вот правда не помню. Думаю, что это он мне вспоминает такое? Да вот смотри, мы едем на картошку. Не помню. На картошку. У нас моя работа, и ты с нами едешь. Это помнишь? Ну, нам давали участок картошки. Восемь соток мы брали каждый год, сажали. И ты едешь с нами на грузовой машине, сидим в кузове. Ты помнишь это? Нет. Она не помнит. Знаешь, у кого памяти нету? Кто играет в компьютерные игры, и кто не сохранил себя, то есть замешан в блуде. Мы должны быть соображением. Ты сидишь, ну скажи. Я говорю, тут люди и сядут. Никаких. Скажи. Ты она через двоих-троих потянулась меня вот так за грудки взяла при всем народе. Давай меня трясти в машине. Ну, что с ее взять-то? Не помню. Ну, мало что ты не помнишь. А ты помнишь, что Тоня говорила, когда мы вместе ездили по России? Тетю Тоню помнишь? Да, господи, да зачем мы эту тетю Тоню уже не помнишь? Ну, ты же не помнишь, я пытаюсь память разбородить. Уже лет двадцать, наверное, тетю Тоню все вспоминала. Ты спрашиваешь, не помни. Я стараюсь напомнить. Мы с тетей Тоней едем. Ездила с нами? Да. Ну, слава богу, да. Вышла. И когда ты там вот так что-то говорила, она только вот так. Валя, Валя, что тебя ожидает? И после этого, что тебя ожидало? Она смотрела, она смотрела намного дальше. Валя, Валя, что тебя ожидает? Ты не помнишь этого. А я помню. Зачем это нужно? Ну, раз ты спрашиваешь, почему, я тебе и говорю. Ты говоришь, а я не знаю, что под ним. Зачем бы я поминал-то? Ты меня не убила, я живой остался. Да слава тебе, господи. И надо бы сейчас не разговаривали. Договорились. Не знаю. У меня к тебе претензий нет. Просто к разговору пришлось. Молиться об этом, чтобы у тебя этого не было. Обид ни на кого не было. Никогда и нигде. Ну, может быть, не со злости. Может, просто хотела я узнать. Понежничать хотела, понежничать. Реши, огорчай. Или что огорченная? Огорченная? Скажи, я понежничать хотела. Да, ну, понежничать. Не огорчайся никогда. Не надо, она причастница сегодня. Ты начинаешь думать, как говоришь, шурупить. И скажу, вот там говорила, в самом деле глупая я была девчонка. А теперь я стала еще более глупой старухой. Она тут уже одного, один у него выпасла. Ну, еще дальше. Игнать Тихонович, я думаю, что это все. Специально произошло с этим романом. Это все специально. Как специально? Кто-то подослал его? Господь. Мне так и говорят. Это специально. Вас ничем не могут разрушить. Но я заранее скажу. Это абсолютно дохлая идея. Ну, она есть. Она есть. Но она может быть так. Кто-то хотел его подсунуть, но он ничего не сделает. Даже если бы так. Но я в это не верю. Где-то я так, а здесь не верю. И он не такой. Нет. Он честный. Можно дальше? Он хороший, он честный. Я? Он не обманщик. Он так верит. Ну, почему он говорит-то? Он у меня две недели прожил. С Володей. Работал там. Да. Да я говорю, про кого сейчас ты говоришь? Про Романа. Ну, а доказать, зачем Володя жил? Нет, работали они. Они работали. Ну, я его знаю, потому что он не работал. У меня. И ты еще увидела, что он подосланный. Он со мной разговаривал. Ну, и что сказал? Он все время повторял одно и то же. Я вначале не придала значения. Второй раз я не придала значения. Что он повторял? Он говорил. Я говорю, ну, у тебя все верующие. Он говорит, все. Ну, у меня такая теща в церкви поет в храме. Каждый день ходит в церковь. Все крещеные, все, она все нас вот так держит. Тут же идет колдунья. Да. Приходит и все делает, как ей колдуни сказали. Да. Я не придала значения. Думала, надо же, вот какой молодец. Что-то он осуждает свою тещу. То второй раз. Потом как-то опять еще вспомнил. Потом должны были вдвоем приехать с ним. Этот магазин приехал? Вот сюда остались. Покупать. А он остался. И делает, и что-то замесил, и у него не получается, жидко. А я разболелась страшно, что-то я разболелась. А он сидит, встала, подходит, говорит, я говорю, я вообще не могу разговаривать. А он говорит, ну, ты же слышала, что я вот так верю, вот, плоскость. Я говорю, слышала. И что вы думаете, я говорю, я знаю, что я даже дар дети потеряла, когда я это услышала. И я ночью, мне переснилась, и я села, и сижу, и что, и как будто я вот, что я удивляюсь-то, мне как будто вот голос сказал, что ты удивляешься. Люди многие верят, что они произошли от обезьяны. И мы же это с этим смирились и принимаем, они от обезьяны. А я, а ты от Бога. И я раз, бац, спать, заснула. Все. Утром просыпаюсь и ничего никому не говорю. А он мне задает вопрос через несколько дней-то. А я ему говорю, Роман, ну, ты веришь, вот, земля плоская. Люди некоторые верят, что они от обезьяны произошли. А меня сотворил Господь. Так это твое-то еще на втором месте. А первое место, что мы знаем, что есть люди, которые думают, что от обезьяны. И поэтому я уже не удивляюсь тебе. Он так встал, руки свесил. И давай со мной разговаривай. И напрямую давай так со мной разговаривать. И вы не удивились. Я говорю, я, знаешь, в шоке была. Но я сейчас принимаю твое, что у тебя там не в порядке. Он замолчал. Пошел-пошел, потом вернулся. А чего у меня не в порядке? Ну, там что-то такое. Станем разговаривать. Я говорю, просто у тебя что-то там это... Ну, хотелось сказать, ты одержимый. Что у тебя там плохой дух внутри тебя. Но я говорю, ну, ты понимаешь, что у тебя что-то внутри. Кто-то в тебе сидит. Напрямую, открытым текстом. Он опять смотрит. Но у меня такое состояние, как вот, вы знаете, я... И мне просто говорила я ему. И думаю, о, ничего, я что говорю-то ему. Прямо вот так говорю ему. Он принимает, как будто так и есть. Беседа у нас такая была. Потом он вернулся уже. Я сама думаю... Вывод какой? Вывод такой... Ты бы умею сказать главное. Вывод того, что он действительно одурманенный. Что в нем дух зашел в него, и теперь его нужно выгонять. Ты что-то открытие делал, и про это тебе и говорил. Ты мне это тратила. Надо проверять. А меня тоже проверять надо. Вы считаете, что это не заразно для потерей? Еще как заразно, не для твоего придется. Понимаешь, я не то, что не считаю, а не придаю того значения. Это на вас не похоже. Ему заразы тут никакой нету. Это никак. Понимаешь, как? К заразе, говорит, зараза не пристает. Он даже будет говорить сейчас. Ну кто? Ну даже поверит. Еще из-за этого земля перестанет вращаться или что-то. Нет, конечно. А тем более он занят и работает. Нет, он не может перенести вред. Никакой. Тем более у нас тоже какая-то власть есть. Мы будем беседовать. Занятия будут идти. Его там вот в прошлый раз здесь окружили. И когда говорили, то ему это не в пользу. Он тоже болеет. Ему это не надо. Надо просто молиться, оказать любовь. А мы видишь, как там. Он только слово скажет, на нем насеяли. Все, там земля уже в другом направлении крутится, начинает. Вот слово хотели. Пожалуйста. А вот здесь вот пока вот этот разговор шел, тут сразу накалялись, накалялись. И у меня взгляд упал в правый угол. Братья, если ходят, что такое согрешение, вы духовно исправляйте такого духи кротости. Наблюдайте. Кажется, брат. Правильно, брат. Ну это ваша надпись. И делайте со мной так. Это у нас одна там в деревне была и говорит. А вы считали, написано, блажение давать, чем брать? Я говорю, считаю. Ну и подавайте мне. Почему не подают? Она злая такая была. Так что это все. Молиться и все. Ну что, все уходит. Давайте помолимся. Хотел еще. Ты хотел что-то сказать. Да, у меня были два предложения, но они уж более сильно радикальные на фоне вашего ответа. Ну давай, смотри. Я не говорил, допустим, что дальше. Ну у тебя радикально. Но то, что я так говорю, приемлемо. Ему это не в обеду будет, что мы молимся. Нет. И что его выгонять? Никто не думает. И будем только Бога благодарить, что он приехал. Бога благодарить за то, что он к нам приехал. Хороший он, хороший. Еще раз повторяю, он очень нужный и очень хороший человек. Но такая беда случилась. Не по водорослу, черная свинья вползла в живот. Это стагири. Паэль. Златовый саму пишет. Понимаешь, вот стоят, как говорится, когда агиасма, творится в Великая Вода на 18 января. И впереди женщина стоит, и она десноватая. А сзади стоит человек, исповедник Божий, приговоренный к расстрелу был за Слово Божие. Александр Иванович Устинов. Володя, который потерявил его отец. И она впереди стоит. И как заорала. А он стоит и молится. Он молитвенник. Господи, изгони его оттуда. Выди бес из него. Я стою, про себя молюсь. А потом ей воду дают. Она, не надо, не хочу, уйди. А потом он ее маленько отпустил. Она, давай, скорее в рот. Он опять, не надо, она от себя толкает. Это, понимаешь, перемена. И как только кончили молиться, она вот так вот повернулась. Александр Иванович, он тебя нисколько не боится. Вот и все. Такого молитвенника, исповедника Божия. И она его знает, что он думает, стоит и говорит, он тебя нисколько не боится. Он говорит, вот и возьми ее. А что делать? Бесноватая. И поэтому доказать ничего нельзя. Что я ему доказывал? Поехать на Байкал, когда замерзший. Другого доказательства я понял. Нету. И он это не принял. Это говорит о том, что он понимает. Там ему придется копать. Можно еще. Ну вот, сестра Паржа, что делать? Христос сказал, что делать. Сей рот изгоняется только мостом и молитвом. Благодарил. Только мостом и молитвом. Да мы про это толкем сейчас уж, что вы сейчас. Я это и делаю. Ну давайте, Игорь, скажет, а мы пойдем по данному. Да нет, я говорю, тебе это уже лично будет. Нет, это лично. Да не надо, не надо, не надо. Это у меня тоже. Это не он делает. Вот надо научиться понимать. Это не он делает. Он предался, а дьявол через него это делает. Ну почти всего мира идет. Он все, все, ложь и масоны. Вот эти два слова убери, одну масона. Он тогда растеряется, тогда не объяснимо. Это умышлено саждают в школах, везде учатся. Земля такая-то, а на самом деле не такая. Ну зачем, с какой целью? Ты ему говорил. Масонам-то зачем это? Сторелмана или Винишифера. И какая разница? Он не может ответить. Практически ни один вопрос, ответа нет. Просто масоны все сделали. Или зачем знать? И он в интернете непрерывно это все выискивает, то, что скажет. Он сидит на этом. Это одержимость бесовская. Другого слова нет. Отец Наш Небеский. Велика милость Твоей, щедротом Твоим нет конца. Ты видишь, по какому вопросу мы собрались, о чем говорили, о чем переживаем. Помоги избавиться Роману от этой пагубной мысли, об этом наваждении. Исцели его. По великой Твоей милости, мы все просим Тебя об этом. Не дай погибнуть душе заблудшей. А нам дай терпение, мудрость. И как с ним поступать. Как рассуждать, как беседовать и что говорить ему. Как оказать ему милость и любовь и заботу о нем, Господи. Ты привел его в Потеряевку. Это все по Твоей воле. Дай нам мудрость и сил. А ему сил бороться с этим злым духом. Устрой все по воле Твоей, Святой. Тебе слава за все, дети и веков. Аминь. Ну что, с миром Божьим. Спасибо, спасибо. Нина Александровна. Найдите там где-то. Я поеду по-саду. Я поеду по-саду. Так, я свет выключу. Вы шторки там поднимите на гвозди, вот так, он вверху гвозди. Чтобы...